Всем привет, меня зовут Наташа и в детстве я носила очки. Это был не лучший период моей жизни, потому что все, кто не попадя, норовился меня дразнить четырехглазой. Как же я понимаю Samsung Galaxy A9? Его тоже все дразнят. Но знаете что, это как-то несправедливо, потому что очки помогали мне всегда видеть лучше и в итоге я выправила зрение. Ну и смартфону четыре камеры нужны не просто так, а чтобы красиво фотографировать. Поэтому давайте посмотрим, насколько это плохо или хорошо дизайнерски, я пока не знаю. Ну и, конечно же, проверим эти самые камеры. Я этим ножом порежу не только коробку, но и себя, походу. Не хотелось бы себя распаковывать. Здесь нас смартфон не встречает, зато встречается крепочка. Внутри у нас инструкции находятся. Вот такая аккуратная здесь тряпушка. И сам смартфон Samsung Galaxy A9. Четыре основных камеры, яркие снимки в темноте, 128 гигабайт в струйной памяти. Ах, маленочки. А я и не понимаю, за что его на самом деле дразнит. Потому что больше всего в глаза бросается отпечаток пальца, нежели эти камеры сбоку. Тем более, что они не особо выпирают. Ну, как бы есть небольшая окантовка, но она не такая, как у флагманских смартфонов многих. Давайте посмотрим на переднюю панель. Включим его. А пока он будет у нас включаться, мы посмотрим, что идет в комплекте. Какая-то неведомая фиговина. Окей. Зарядка. Fast Charge. И, собственно, сам кабель Type-C. А это наушнички на мини-джек. Да, разъем мини-джек. Спасибо, Samsung. Это топ. Ладно, давайте переходить к смартфону. В общем, я все установила, чтобы вас не томить. И вот, что я хочу сказать. Отличный экран. Супер AMOLED, между прочим. 6,3 дюйма. Понятное дело, что это не какой-то флагманский девайс, где у вас рамки будут минимальными. Но, например, боковые здесь очень тонкие, что приятно. Корпус стеклянный. Вы меня, конечно, извините, но реально придираться вот к этим четырем камерам, ну, я не могу сказать, что они выглядят страшно. Да и в остальном все, в принципе, лаконично. Здесь стоит один слот сразу под две nano SIM и расширение памяти до 512 гигабайт. Между прочим, встроенный 128, если что. Но это тоже, кстати, здорово, что Samsung позволяет расширять память на смартфоне. А не, знаете, вот у тебя столько-то денег, а ты строго-столько-то памяти купил. И все. Наконец-то мини-джейчик мой. Разъем Type-C. Динамик. Ну и все. Не знаю, что тут прям может очень бесить. На самом деле, я бы убрала сканер отпечатка пальца. Это единственное, что меня, наверное, напрягает. Потому что здесь есть распознавание лица. Надо еще проверить, как оно работает. Но в остальном, если оно уже есть, то, ну, сканер отпечатка такой себе. Ладно, давайте уже переходить к самому главному, а именно камеру. Я единственное, знаете, что думаю? Что проверять это вот сейчас в Москве в эту ужасную, на самом деле, погоду не хотелось бы. Было бы здорово сейчас оказаться где-нибудь, где много ярких красок, сочных цветов. В Испании, например. Ну вот, другое дело. Знаете, я не стала мелочиться и выбрала просто самую красивую точку в Испании. Надеюсь, вы не против, если я здесь сделаю пару классных снимков. Между прочим, для этого пришлось поменять смартфон на розовенький. Потому что, в принципе, цветов много, и зачем я буду брать в такое красивое и красочное место черный девайс? Ладно, давайте фоткать. Проверим сразу ширик. Что не сделаешь ради хорошего теста? Давайте смотреть, что получилось. На мой взгляд, лучше всего проявила себя камера с широкоугольным объективом. У нее хорошая обзорность, 120 градусов, 8 мегапикселей и светосила 2.4. В принципе, из-за того, что я люблю фотографировать природу, для меня это прямо оказался must-have. Что касается остальных камер, то самая забавная история с портретником, потому что, когда тебя фотографируют со стороны, ты не понимаешь, в какую камеру тебе смотреть. Она, кстати, 5 мегапикселей, и, в принципе, с живым фокусом работает хорошо. Вы можете изменять степень размытия вашего фона. Что касается 10-мегапиксельного телеобъектива с двукратным зумом, это, конечно, не самая новая функция для камер смартфонов, но конкретно тут работает хорошо и четко. Ну, на четверку точно. Самая же мощная 24-мегапиксельная камера со светосилой 1.7, которая хорошо должна работать в условиях слабой освещенности, на самом деле, конкретно в ночное время суток все еще не выдает флагманскую картинку. Основная претензия к детализации, потому как в целом все видно хорошо. Ну, надеюсь, над этим поработают, потому что при достаточном освещении таких проблем нет. Однако в видосе все фотки сжимаются, так что получается не совсем объективно, если что, ссылка на все оригиналы в описании будет. Но больше всего меня все-таки удивила пятая камера, которая находится спереди. Фронталка. В общем-то, понятно было, что заявленные 24-мегапикселя должны как бы хорошо отрабатывать, но акцент сделан на заднюю панель, поэтому я даже не ожидала, что снимки получатся с салфачи такими классными. На самом деле, я думала почему-то, что будет как-то сложно переключаться в режимах между этими камерами. На самом деле нет. Оказалось, это довольно просто делается. Здесь внизу находятся ползунки, которые отвечают за основную камеру, широкоугольную и телеобъектив. Оте, привет. Четвертого бегунка для переключения здесь, правда, нет, потому что последняя камера отвечает за портретный режим и за размытие фона. Соответственно, выносится в отдельное менюшку живой фокус. Вот. Улыбнись. Не улыбается. Серьезный какой-то. Фоточку сделали. Настроить размытие фона. И выбираем, собственно, степень размытия. В общем, с камерами все понятно. Мне было очень интересно, как не во флагманском смартфоне будет работать распознавание. Сейчас я его настрою и проверим. Ну, давай, давай, месси. Лицо не обнаружено. Ну, вот же оно. Вот оно. Ну, знаете, с учетом того, что это не флагманское устройство, распознавание работает хорошо. Оно не феерично быстрое, но когда вы, допустим, зимой в перчатках и не можете разблокировать по пальцу, то это удобно. В общем, с учетом того, что ценник на этот смартфон 30 тысяч рублей, он красивый, понятный, оформленный. И ты понимаешь, что ты отдаешь эти деньги для того, чтобы делать красивые фотографии и более того, разнообразные. Ну, честно говоря, я бы, если бы у меня такой был, вообще мне обломалось. И брать его с собой в поездки, это идеально просто. Могу сказать, что это хороший, не флагманский девайс. И я говорю не флагманский не потому, что он плохой, а просто потому, что здесь установлены не самые топовые характеристики. И тем не менее, допустим, аккумулятора здесь вам хватит на целый день с головой. 3 800 мАч здесь. Экран здесь, как и у всех Самсунгов, просто потрясающий. Не придраться. Цветопередача и удобство использования. No comments. С учетом того, что здесь стоит 660 снэпдрэга, в принципе, все страницы загружаются быстро. Раз, два. И полетели. Нужная вещь. И читаем про нужную вещь. В общем, не стала бы я, конечно, дразнить Самсунг А9 за то, что у него 4 глазика. Не как у всех. Потому что эти глазики позволяют ему делать красивые и разные фотографии. И ему хватает на это памяти, ему хватает на это производительности. И хватает большого экрана, чтобы все это можно было как следует разглядеть, рассмотреть и увидеть, что у вас получается. Более того, мне интересно, куда эта вся история с камерами зайдет. Насколько далеко. И будут ли другие производители как-то эту тенденцию подхватывать. Ну, в общем, посмотрим, увидим. А пока что это первый девайс у меня в ручках, который может похвастаться своими потрясающими глазками. И чем их больше, тем лучше. А еще лучше, если вы поставите лайк этому видео, посмотрите наши предыдущие ролики и подпишитесь на канал. Всем пока!